Все вы, если уж смотрите нас, то наверняка играете в настольные игры и наверняка слышали про NRE, то есть настольные ролевые игры. Сегодня у меня на столе будет игра, которая, на мой взгляд, такая пограничная между тем и другим жанрами. Настольные ролевые игры При этом на коробочке есть приписка Season 1, то есть сезон 1, и это значит, что нас ждет еще обязательно сезон 2, может быть, и 3, и 4. Это такая простая базовая механическая система, которая позволит вам играть в ролевые игры и даже придумать свои сценарии под них. При этом не особо заморачиваясь большими там мудами правил, как вот они есть, например, там в ДНД или в вампирах маскарад наследия, когда у вас реально большие правила, которые нужно знать мастеру как минимум и игрокам желательно. Здесь же у вас все это в небольшом буклете, и потом каждое приключение, которое вы будете проходить, оно вас по факту ведет немножко по правилам и постепенно вводит вас. В первом сезоне игры Critical Sanctuary у вас будет вот такой вот буклетик стартовый. С ним надо обязательно ознакомиться мастера, чтобы он понимал всю канву приключения и чтобы он знал, что это в принципе за мир. А это мир восьми, в котором восемь богов, восемь гильдий, которые правят миром, и есть восемь верховных жрецов, и у них есть путешествующие жрецы по миру, которые раньше, по крайней мере, насаждали волю богов и знакомили с ней людей. Теперь немножко все поменялось, и что же конкретно поменялось, и какие проблемы от этого будут в дальнейшем, вам придется узнать уже в ходе игры. Итак, что вам понадобится? Вам понадобится один человек-мастер и несколько человек-игроков. Каждый из игроков выберет себе одного персонажа. Их не четыре штуки в игре, можно брать женского персонажа, а не мужского персонажа, чтобы вам легче было отыгрывать его роль. У каждого из персонажей есть четыре атрибута, один из них является его профильным атрибутом. Также в ходе игры вы получите себе различные снаряжения, которые будут менять вам броски кубиков и помогать какими-то специальными способностями, а также будете выбирать им спецобилочки, которые нужны вам в связи с тем, что вы становитесь сильнее. Будут еще расходуемые предметы, одежда, и вы сможете все это постепенно на себя снаряжать и всем этим пользоваться. Также будут различные раздаточные жетоны, как, например, вот этот, но я не скажу вам, зачем он нужен, сами узнаете в игре. И будут различные карточки, вот типа таких вот. Это карточки местностей, которые вам нужны для того, чтобы показывать, где находятся ваши персонажи. Вы их достаточно удобно вставляете сюда вот такой кармашек, здесь у меня есть, и она будет стоять. И да, это ширма мастера, которая закрывает ваши броски кубов. И, конечно же, ролевая игра не обойдется, это без кубов. Они здесь специальные. Эти кубы для мастера, эти кубы для игроков. Сюда вставляете раздачные материалы, вставляете так, чтобы было видно игрокам, и, соответственно, они смогут спокойненько пользоваться тем, что у вас здесь на виду. Это колода карт, которую вы готовите каждый раз по сценарию. Вам говорят, возьмите карточки с такими-то номерами для сценария и погнали. По-настоящему каждый сценарий отдельный. Это вот такая вот маленькая книжечка из всего лишь двух листиков, в которой сначала вам сказано, что вам нужно взять. Вначале дается информация для мастера, что будет принцип сценария, и мастеру обязательно нужно подготовиться. То есть ему нужно прочитать все это, чтобы он понимал, куда будет идти повествование, и как оно будет идти. Для тех, кто уже играл в настольные ролевые игры и понимает, что в них очень широкая свобода действий, и вы можете фактически делать все, что угодно, что ограничено вашим воображением, здесь вы поймете, что все-таки сценарии рельсовые. Вы идете вперед по сюжету, помогаете двигаться именно по нему и в том направлении, в котором вам нужно, и прописана книжечка вашим игрокам. А у них все равно достаточно много вариантов выборов, как они это будут делать, что они конкретно будут делать, как они будут взаимодействовать друг с другом и с другими неигровыми персонажами, которых также будете лицетворять вы в роли мастера. Да, там также будут монстры. Монстров в игре огромное количество. Они прописаны под каждый сценарий, который вам нужен. Так же, как и локации. Их, честно говоря, больше прям даже. Эту конкретную игру, то есть которую в Сенкчури, ее иллюстрировал Винсан Дютре. Также в раздачных материалах, я спойлерю это, но игроки прямо почти в самом начале своей кампании получат такую вот карту, которая нарисована так, что вы будете понимать, где вы находитесь, и что вам дальше делать, иной раз она вам будет подсказывать. Как вы понимаете, ролевая игра, именно ее система построена таким образом, что вам нужно будет совершать определенные действия, и если мастер не уверен в том, что ваш персонаж мог бы это совершить, то вам нужно будет проходить проверки. Проверки здесь проходят следующим образом. У вас у всех будет такой 12-гранный кубик, на нем грани от 1 до 3, вы бросаете его, добавляете плюс 1, если это была проверка на ту характеристику, которая у вас, ваша любимая, красная, плюс добавлять какие-то атрибуты, которые у вас были на ваших карточках. То есть, например, кинжал мог бы позволить вам перебросить кубик, а если вы, например, били бы мечом, то вы бы добавили 2 урона вместо 1. Вы бросаете кубик, мастер сравнивает вашу сумму, вы бы что на кубике с вашими дополнительными параметрами, и смотрит, прошли ли вы проверку. Проверки выглядят, например, вот так. Вот так. Проверите проверку социальную, по этому параметру сложность 2. То есть, если в сумме вы бросили 2, вы прошли, мастер зачитает вам зеленую графу, если не прошли, мастер зачитает вам красную графу. Но приключения добрые, то есть и построения по-настоящему добрые, и мастер, если хочет, он может вам подыграть, для того, чтобы сюжет шел, потому что самое главное в настольной ролевой игре это чтобы все за столом получали удовольствие, и чтобы происходила кинемпографичная картинка и сюжет. И с этим здесь реально все хорошо. Несмотря на то, что приключения достаточно рельсовые, они очень круто построены. Они сделаны таким образом, что вот эти вот два листочка вы проходите где-то за полчаса. То есть у вас каждая игровая сессия будет полчаса, и они хвалятся прямо тем, что у них сериальный подход к каждому сценарию. То есть что у вас будет в каждой серии вашего личного сериала? У вас будет сцена с расследованием или решением головоломки или загадки. У вас будет сцена, где вам нужно будет пообщаться с неигровым персонажем. Ну вот, например, с таким. У вас будет боевая сцена, и все это, соответственно, будет вкраплено в последовательное повествование. При этом каждый сюжет построен таким образом, что заканчивается он именно на клиффхенгере. Я сейчас не буду спойлерить, что конкретно было в сюжетах, но, например, вы могли идти по краю горы, знаете, что здесь сейсмически опасная зона, и вот вы идете и понимаете, что камни под вашими ногами начинают крошиться. И конец. Конечно же, на таком варианте вы захотите играть в игру дальше. Или, например, вы вышли на то место, которое вы искали очень долго, шли к нему несколько сценариев, заходят туда, и тут на вас нападают враги. Из джунглей выбегают дикие звери, люди и все остальное. И на этом тоже опять его по конец. И таким образом вам хочется и хочется играть в эту игру и проходить ее. Да, она по факту для одной кампании одноразовая, потому что вы за одно прохождение увидите весь сюжет. Но если вы захотите, будучи сначала игроком, вы сможете мастером проводить ее для какой-то другой кампании. Или, например, если вы были мастером, проводите ее еще раз для какой-то другой кампании. То есть мы прошли 4 или 5 сценариев, у нас развилок сюжет как таковых не было, но сами авторы пообещали, что в сезонах следующих у них будут уже и развилки, и будут более интересные и глубокие сюжеты. То есть эта коробка сделана специально для того, чтобы познакомить тех людей, кто никогда не играл в настольные ролевые игры, с тем, что это такое, при этом с минимальными затратами времени и труда головного мозга. Каждый монстр, кстати, обладает специальными параметрами. Сложностью по нему падания, сколько атак он наносит, сколько у него здоровья, что на кубике надо выбросить, чтобы он нанес урон или, например, сделал какую-то специальную способность. И у каждого монстра есть какая-то тайна или слабое место. И для того, чтобы ее изучить, вам нужно, соответственно, будет за ним понаблюдать. Вам придется потратить целое действие на то, чтобы понаблюдать за этим монстром, но потом вы будете знать, как с ним бороться. Это может во многих сценариях вам очень помочь или спасти даже жизнь. И иногда это какое-то фактическое действие, что вам, например, нужно провести более сложную атаку, например, попав ему именно в определенную часть тела. Или, ну, раз, может быть, что сделать какое-то специфическое действие для того, чтобы этот монстр, например, вас испугался и убежал. И тем самым вы тоже сможете побеждать таких монстров. Когда вы уже выяснили, как бороться с одним, со всеми остальными такими, вы также сможете побороться тем же самым способом. Сюжет в игре интересный. Постой, поскольку мне пришлось быть мастером в этой игре, хотя я и поиграл бы в нее с удовольствием, мне пришлось изучить полную сюжетную ветку, и она клевая. Хочется продолжения, хочется все второй. Кроме этого, издатель выпускает еще и вот такую вот коробочку. Это Critical Foundation. Это игра на абсолютно тех же правилах и механиках, только в ней сеттинг будет научной фантастики. Здесь земля 2035 года. Это такое что-то на грани киберпанка практически. И у вас здесь будет абсолютно другое приключение. То есть, в принципе, если вам понравилась одна, вы сможете поиграть и в другую, когда она выйдет так же. Правила все по факту у вас содержатся на ширмочке, и вам не доставляют никаких проблем с тем, чтобы играть именно прям чуть ли не с листа, потому что первые приключения в сезонах первых, они построены таким образом, что вы получаете по факту правила по ходу игры, и вам, игрокам, даже не нужно перед игрой рассказывать, что есть как. Вам нужно только показать, что вот ваши параметры, вы выбрали себе персонажа, молодцы. И они постепенно уже получат и оружие, и предметы, и научатся им пользоваться, и научатся взаимодействовать с другими игроками, и вам будет очень интересно посмотреть на то, как с вами будут взаимодействовать другие игроки, и как они взаимодействуют между собой от имени и своего персонажа. Потому что одно из основных правил ролевых игр, ну, негласных правил по-настоящему, каждый играет в свой персонаж и обращайтесь к нему по имени его персонажа. У нас была пара забавных смешных моментов, когда ребята предусматривали варианты решения той или иной ситуации, которые не прописаны в правилах, но здесь уже ответственность мастера, и у него самая по-настоящему сложная роль, потому что ему нужно будет решать, как с этим поступить. Поэтому мастеру, конечно, как я уже сказал, правила лучше знать, чтобы выйти из любой ситуации. Я уже пару раз рассказал про настольные ролевые игры в обзорах, и всегда касаюсь достаточно подробно механики, которая там есть, но здесь механика очень простая, поэтому много слов про нее не скажешь. Эта игра больше на основу на том, что вы будете проходить сюжет, на том, чтобы он подарил вам удовольствие. Есть один момент в том, что если вы уже опытный мастер настольных ролевых игр или много играли в настольные ролевки, то вам, возможно, эта игра не подойдет, потому что она все-таки рачит на новичков. Хотя, если вы хотите приобщить новую кампанию к настольным ролевым играм, дать им интересный, увлекательный сюжет без необходимости готовить его самому, то по факту в этой коробке все это есть. Итак, если вы хотите познакомиться с жанром настольных ролевых игр, если вы хотите красивый настольный ролевый игру, в который у вас будет сразу все розданно, то есть будут у вас и локации, и монстры, и герои, все это на карточках, вам не придется каждый раз лазить в книжку. И если вы хотите клевый сюжет по методу, построенному как современные сериалы, хорошие сериалы именно, и с клевыми событиями, то могу порекомендовать вам Critical Century. И это все на сегодня. С вами был Юра, вы смотрели Geek Media. Всем пока! Субтитры сделал DimaTorzok